Hi everyone! С вами Ева Лорман и сегодня я отвечаю на ваши вопросы! Хочу поблагодарить всех вас за то, что вы мне пишите огромное количество хороших слов, такие шикарные комментарии и естественно за вопросы! Продолжайте, пишите, я буду с удовольствием на них отвечать! Let's go! Друзья, задает вопрос Катя К. Ева, я заметила у вас волнистые волосы, есть метод Carly Girl, где они как бы выявляют натуральную волну, моют кондиционером, а потом наносят гель, потом разламывают волну. Для более кудрявых волос это легко сделать, а если просто волнистые, типа 2b, 2c и еще волос тонкий сам по себе, что вы думаете как лучше волну натуральную акцентировать без большого количества геля? Да, у меня у самой действительно волнистые волосы, причем сзади где короче они имеют волну гораздо сильнее, спереди они практически у меня не завиваются, потому что здесь длина больше и вообще это такая закономерность, чем короче волосы, тем больше они будут завиваться. Так вот, что касается вот этого метода, я этот метод давно знаю и честно сказать, я его не применяю, потому что первое, что они рекомендуют не пользоваться шампунем. Да, шампунь агрессивный продукт, который мы наносим на волосы, мы им моем голову и любой шампунь, абсолютно любой, он будет агрессивно воздействовать на кожу головы, на волосы. После шампуня, если не воспользоваться кондиционером, волосы у всех практически как копна. Это все благодаря составу шампунь, который за последнее время стал конечно же мега-мега гадким. Вот из-за того, что шампунь имеет очень высокий ph, щелочь, волосы становятся как пакля. Неважно вьется волос у нас или не вьется, любой волос без кондиционера это просто копна неуправляемых волос. Кондиционер это конечно спасение, с одной стороны, но с другой стороны кондиционер знаете тоже еще те цветочки. Основной состав кондиционеров любых кондиционеров, хоть премиум класса, хоть 3 копейки он будет стоить, не важно. Основной состав любого кондиционера это силикон. Можете себе представить, что такое силикон, он обволакивает поверхность волос. Чешуйки не закрываются, нет, чешуйки не закрываются после кондиционера. Они как торчали после шампуня, так и продолжают торчать. Вопрос в том, что кондиционер попадает вот в эти чешуйки и за счет заряда у нас волосы имеют свой заряд, кондиционер имеет другой заряд, противоположные заряды и они приклеиваются как магнитики такие, плюс-минус. Вот они приклеились друг другу. Почему кондиционер очень долго остается на волосах? Потому что у него заряд не такой, как в волосах. Это немножко из физики, поэтому за счет этих разных зарядов молекулы кондиционера прекрасно живут между чешуйками волос. И нам кажется мы оздоровили свои волосы, они стали более шелковистые, легко расчесываются и кстати говоря из-за этого еще и волна вот это вот может быть более ярко выраженный. Но кондиционер, как вы должны сами понимать, это не лекарство. У него только косметический эффект, чтобы быстро мы полюбили свои волосы, чтобы мы сказали вау, вот это кондер, он крутой, посмотрите какие волосы шелковистые. Это номер один задача любого производителя таких товаров и они в этом плане конечно молодцы, потому что без кондиционера после таких шампуней вообще практически не обойтись. Но оставаться только на одном кондиционере я лично не рекомендую. Есть такая техника Ковошинг, где убирают из процесса мытья головы шампунь и моют голову просто кондиционером. Честно сказать я попробовала когда-то давным-давно на себе эту процедуру. Мне достаточно было недели, чтобы я поняла, что это метод точно не для меня, потому что объема никакого. Да, волос более мягкий. Логика мне подсказывает, что эта пленочка не сделает наши волосы здоровее. Вот смотрите, вы задаете вопрос, как лучше акцентировать натуральную волну, то есть как ее сделать, создать. Весь волос вьется в некоторых местах, где-то вьется, где-то не вьется, соответственно сразу дисгармонии. Хочется либо ты вьешься везде, либо уже не вейся нигде. Так вот можно воспользоваться самым простым и самым надежным способом, чтобы волос стал мягким. То есть задача вот именно этой техники это сделать волос более мягким, так как после шампуня он становится очень жестким. Чешуйки слишком открывает этот шампунь и вымывает оттуда натуральную среду, которая делает наш волос более эластичным и мягким, блестящим. Шампунь вымывает эту среду оттуда, кондиционер якобы заполняет эти пустоты собой и мы вроде видим хороший результат. Но что я делаю? После того, как я помыла голову шампунем, нанесла обязательно кондиционер, смыла его, потом я волосы обязательно ополаскиваю уксусным раствором. На литр воды чайная ложка уксуса. Что делает уксус? Он нейтрализует действие щелочи, это химия. Щелочь нейтрализуется кислотой и мы имеем золотую середину у себя на волосах. Волосы после этого ополаскивания, во-первых, не электризуются, то есть они не пересушены, во-вторых, мы убираем остатки шампуня, который на протяжении всего времени от мытья волос, сушат наши волосы. Это очень бородатый метод, ему уже сто лет в обед, даже больше наверное. Можно использовать лимон, лимонную кислоту, яблочный уксус, простой уксус. Вот после этого у меня волна моя остается. Сейчас у меня конечно волосы вытянуты, а вообще мне гораздо проще потом формировать эти завитушки у себя на волосах. А еще я часто пользуюсь диффузором. Диффузор это такая специальная насадка на фен, которая будет подчеркивать вам волну. А еще конечно нужно думать о том, какая у вас стрижка. Если у вас длинные волосы, от тяжести волна распрямляется, если короткие волосы, волна будет более устойчивой. Очень все индивидуально, а с гелями и с кондиционерами вообще лучше не заигрываться. Надеюсь я ответила на этот вопрос. Честно сказать не совсем уверена, что именно этот ответ вы хотели получить на ваш вопрос, потому что подсознательно где-то в глубине души я понимаю, что вам нравится эта техника и вы спрашиваете как я к ней отношусь. Но я к ней практически никак не отношусь. Я знаю единственный правильный нормальный способ как сделать волосы более мягкими, это только убрать остатки щелочи с поверхности волос. Все остальные способы они влекут за собой какие-то последствия. Можно сказать это биологически несовместимые способы с нашей кожей, с нашими волосами. Как я загнула, на отвечаю, чувствую на вопросы. И мы едем дальше. Ира, спасибо все понятно и просто покажите пожалуйста еще и другие виды каскадных стрижек, очень познавательно и интересно. Девчонки я уже это все показывала. Каскадных стрижек существует всего три. Первая это фронтальный каскад, второй это итальянка и третий каскад, каскад, лесенка. Их всего три. Я выложила все эти стрижки ранее, поэтому можете посмотреть итальянка, фронтальный и лесенка. И мы едем дальше. Так, Маргарита! Здравствуйте, Ева! Начинающие парикмахеры не могут позволить себе дорогие ножницы с самого начала. Я думала, что все начинают с 5,5 и какой-нибудь неизвестной фирмы. А потом, когда уже наберутся опыта и поймут, что парикмахерское дело именно то, что приносит удовольствие и заработок, могут себе позволить ножницы более дорогие и качественные, какие бы вы посоветовали. Вот честно могу вам так сказать, я когда отучилась, я сразу купила себе ягуар. Это было очень дорого, я влезла в такие конкретные долги, когда я покупала себе эти все инструменты. Но вот сейчас, смотря на всю эту ситуацию, я бы конечно так не поступила, потому что хороших ножниц, недорогих ножниц, полно сейчас просто безумное количество этих товаров. Благодаря, во-первых, интернету, раньше, когда я это все покупала, у нас были только оффлайн-магазины, интернета не было, у нас даже телефонов не было в то время. Мы покупали то, что нам рекомендовали. Сейчас вот могу вам сказать, покупайте то, что вам по карману. Из профессиональных фирм Silverstar, хорошие ножницы японские, Ягуар, Германия, практически невозможно сейчас найти, потому что все производится в Китае. Поэтому, если у вас нет такой возможности, пожалуйста, покупайте те, которые вообще у вас продаются около вашего дома, чтобы вы могли, если что, пойти их и поменять, если вам они неудобные или они бракованы. Дальше читаем. Очень понравился результат. Собираю завтра это осуществить, только у меня нет филировочных ножниц. Можно ли без них? Можно! То же самое делается методом поинтинг. Прямыми, ровные срезы направлены просто параллельно пряди. То же самое можно и этими ножницами сделать, но с ними надо быть аккуратнее, потому что если вы не парикмахер, то можно конечно накосячить. Дальше, Ева, напишите пожалуйста, каким спреем лучше пшикать перед укладкой феном? Перед укладкой феном существует два способа. Я думаю, что пенку мы не обсуждаем, потому что это уже не пшикать, а просто намазать. А если пшикать, то есть специальные спреи, которые называются волумы. Они создают объем, это по сути жидкие лаки. Дальше, как сделать, когда корни отрастут? Этот вопрос был по поводу балаяж. Ну вот смотрите, у меня уже отросли, действительно отросли корни. Я осветлялась три месяца назад и два месяца подряд делаю градиент темным цветом и уже подходит время мне наносить осветляющий порошок. Я обязательно это сниму. Я просто нанесу состав с осветляющим порошком на всю длину темных волос и больше ничего. Смываем и тонируем так же, как я показывала в предыдущих роликах, когда я сама себя осветляла. Все очень просто! Дальше, посоветуйте автора книг по колористике. Вот вы знаете, как раз я этого и не посоветую, потому что то, что я знаю, то, что я вам рассказываю, это мой личный опыт, который я отрабатывала в течение всех этих лет. И я могу сказать, что ни в одной книге по колористике я не нашла что-то подобного, как я рассказываю. Там все очень заумно и все очень абстрактно. Во всех практически книгах написано одно и то же, но я не смогла в книгах по колористике найти ту информацию, которая мне была нужна в свое время, пока я не начала отрабатывать это все сама на себе, на своих клиентах. Вот когда я только все это отработала, ни один год на это ушел, я поняла, что книги по колористике 50 процентов можно выкинуть, потому что они не адаптированы к жизни. Очень много абстрактных каких-то вещей, которые ты не используешь в жизни и никогда не будешь использовать. Поэтому, друзья мои, единственная моя рекомендация, просто смотрите с самого начала мои ролики по колористике. Я выбрала самый-самый вот сливки из этой колористики и могу сказать стопроцентный результат моей работы благодаря вот этим знаниям. И еще один вопрос был под видео, где я сама себя крашу. Порошок недоосветлял корни, то что надо делать? Вымыть волосы и наносим повторно на влажные волосы или высушиваем их насухо? Смотрите, если мы высушиваем волосы насухо, то процент оксида остается такой, который мы взяли. Если мы наносим этот состав на влажные волосы, оксид разбавится с водой и будет уже ниже, что нам не хорошо. Нам нужно уж мы взяли если шестерку, мы шестеркой должны и работать. Поэтому не поленитесь, подсушите волосы, заново нанесите состав. Итак, друзья, я надеюсь ответила вам на ваши вопросы, постаралась быть максимально честной и открытой. Очень так интересно обсуждать вопросы. Видите, сколько много еще параллельных тем можно зацепить, отвечая на какой-то один маленький вопрос. Поэтому, я думаю, это гораздо продуктивнее, чем просто написать ответ. Я надеюсь, вам тоже такой формат понравится. Bye bye everyone! С вами была Ева Лорман и до встречи в новых видео! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы! Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу! Подпишись же, блин, прошу! Колокольчик тут зажми, делись со всеми, не томи! Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok